Здравствуйте, дорогие друзья! Такая неоднозначная тема, как ОРВИ, да, и почему сезонная ОРВИ это ложь. Собственно говоря, хотелось бы подчеркнуть вот что. Если мы начнем сейчас собирать любую статистику, да, возьмем статистику детей, которые учатся в школе, там, класс из 30 человек условно, можете вспомнить свой какой-то класс, в котором вы учились. Мы можем собрать какую-то группу из, там, университетов, институтов, можем, соответственно, взять какую-нибудь большую массу людей с завода, с какого-нибудь, и возьмем, да, выборку людей. Мы увидим, что существует выборка людей, кто не болеет, да, или, ну, там, относительно мало как-то болеет этим ОРВИ. И можем выбрать людей, кто относительно часто это делает, да, не пропускает, так скажем, ни одного сезона. Осень, весна, у этих людей постоянно обострение. И в чем же разница между этими людьми? Если у нас все-таки есть люди, да, которые показывают, что возможно не болеть, то тогда почему остальные другие люди должны болеть? Вот с точки зрения науки и медицины, разница между болеющими и не болеющими всегда будет в их гомеостазе. Это как заниженные или повышенные какие-либо гормоны, ну, то есть гормональный сбой в организме человек может присутствовать, он об этом может не догадываться. Визуально это всегда, как правило, не видно. Это даже диабет, например, тот же, это не обязательно, вот прям, что человек 30 плюс набрал за месяц, да, или вообще у него есть избыточный вес. Это не всегда так. Помимо диабета у нас есть другие заболевания поджелудочной железы, которые могут вас ослаблять, ну, как минимум, может быть просто дефицит даже ферментации. Вот, значит, ферментов, которые выделяет поджелудочная железа, чтобы переваривать и усваивать те микроэлементы, витамины, да, и так далее, которые у вас могут быть в организме. Далее, естественно, что это может быть, нарушать работу иммунной системы? Естественно, нарушение щитовидной железы, нарушение гипофизарных гормонов, вот. Вот, соответственно, нарушение функции кишечника, в том числе Сибор, так называемый, синдром избыточного бактериального роста, тоже, естественно, помимо тех бактерий, которые живут в кишечнике, патогенных бактерий, ненормобиоты, там какой-нибудь стафилококк вас выселяется активно, расселяется, допустим, из кишечника уже в слизистую там полости носа, не знаю, риниты, синуситы, хронические вам ставят, вот. И вы болеете сезонно, опять же, так же в кавычках, вы начинаете болеть ОРВИ. Ну вот, о чудо, когда мы пролечиваем вам гомеостаз пациентам, и свидетели тому, пациенты не только наших клиник, ну и пациенты, соответственно, множество врачей, да, в том числе вот врачей, кто учится на превентивную медицину в институте провинтейдж, да, огромная базис, те пациенты, кто пролечиваются превентивно, перестают вот так вот болеть сезонно, и сезонности, оказывается, не обязательно должна какая-то сезонность существовать, ну не берем там ковииды тяжелые какие-то, да, вот эти вот вирусы новые. Потом, соответственно, что мы рассматриваем? Конечно же, естественно, у нас все эти ларингологические заболевания и другие заболевания условно-хронического характера. Множество, множество подобных хронических заболеваний мы убираем, вот этот постоянный инфекционный агент, ну, к примеру, в виде стафилокока, и вот чудо, человек, у него хроническое заболевание, даже если это дегеративные изменения, там, не обязательно, да, к примеру, ларингологического характера, но дегеративные изменения в костях, да, дегеративные в костях изменения остаются, но боли, вся вот эта клиника, она сходит на нет, как правило. Поэтому, соответственно, таким образом нужно понимать, что ОРВИ это не характер сезонности, это характер вашей заботы о себе и характер вашего, да, отношения к вашему здоровью и превентивного, обязательно превентивного лечения, соответственно, вашего организма. У нас есть приказ президента, вот 1 января он вступил в силу о создании превентивных кабинетов на местах, поликлиниках даже, но, к сожалению, он есть, а каких-то продвижек в этом плане пока в госсистеме нет. Поэтому, конечно, мы приглашаем в нашу клинику, у нас есть подобные кабинеты, у нас есть подобные врачи, и вся клиника нацелена не только на, да, классическое лечение, но и, конечно же, на превентивное лечение, на интегративное лечение и, соответственно, лечение всех вот подобных заболеваний, да, и профилактику их, и раннее выявление на ранних стадиях заболеваний в комплексном виде. Поэтому, если вы часто болеете ОРВИ, это не маркер наступления нового сезона, это маркер того, что уже с вашей иммунной системой и внутри вас что-то не так. Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и да пребудет с вами здоровье! Субтитры сделал DimaTorzok